Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 10 класс, 1 часть. География мира, социальная и экономическая. Параграф 3. Развитые и развивающиеся страны. Вспомните, что отличает хозяйственный уклад стран Африки и Азии? Да по сути не слишком-то многое. Правда в Азии климат сильно отличается. В Азии климат очень влажный, а в Африке достаточно засушливый. Чтобы уяснить основные противоречия, существующие в современном мире, полезна классификация стран по уровню их социально-экономического развития. Уровень социально-экономического развития это не такое уж и четкое понятие. Оно определяет совокупность разнообразных характеристик, среди которых такие как состояние экономики, уровень жизни населения, степень решенности социальных проблем. Каждая из этих характеристик оценивается по очень большому числу параметров. Для примера можно назвать уровень детской смертности, количество студентов, даже количество телефонов на тысячу человек. Важнейшим показателем социально-экономического развития страны является валовый внутренний продукт в расчете на душу населения. Валовый внутренний продукт это суммарная стоимость всей произведенной за год продукции и оказанных услуг в стране. На самом деле вот этот самый параметр ВВП он очень и очень не точный, потому что услуги в каждой стране могут стоить по-разному. И для одной страны услуга может стоить дешевле или дороже, просто потому что климат может различаться. Поэтому на самом деле расчет ВВП очень не точный. Но, к сожалению, другого расчета просто пока не создано. Фактически ВВП это то, что заработала страна за год. Рассчитанный на душу населения ВВП показывает, какая часть валового внутреннего продукта приходится на одного человека. Или, проще говоря, какую сумму государство может потратить на каждого из своих граждан. Не нужно думать, что эта сумма показывает, какую зарплату получают жители страны. Однако, чем больше этот показатель, тем все-таки лучше могут жить люди. По уровню социально-экономического развития разделим страны на две группы. Экономически развитые и развивающиеся. Вот на вот эту карту с ее подписями смотреть совершенно бессмысленно. Потому что эта карта аж 2003 года. Это 20 лет назад было. Ну, 17 лет назад. То есть, эта карта безнадежно устарела. Сейчас Китай по уровню своего развития сильно уже догнал самые развитые страны. А здесь он показан как достаточно бедное государство. Поэтому эта карта безнадежно устарела. Вот перед вами более современная карта. По которой, в принципе, можно увидеть, что здесь уже по уровню ВВП страны сильно изменились. Самый низкий ВВП, он здесь вполне виден, что это страны в основном именно в Африке. Но также Украина, Молдова. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Тоже это страны, у которых очень низкий ВВП. Но в целом у остальных стран ситуация намного лучше. Экономически развитые страны. Эти страны отличаются высоким уровнем экономического и социального развития. А также высокими показателями ВВП на душу населения. В настоящее время существует около 60 развитых стран. На самом деле, уже около 100 в 2020 году. Они не составляют большинство стран. Но на их долю приходится больше 70% мировой промышленной продукции. И 40% продукции сельского хозяйства. Хотя все развитые страны отличаются очень высоким уровнем жизни. Эта группа неоднородна. В ней можно выделить 4 подгруппы. Хотя по этому вопросу есть и другие точки зрения. Какие подгруппы выделялись на момент написания учебника? Это страны Большой Семерки. На самом деле, здесь надо перечислять страны Большой Двадцатки. Куда входят. И там будет более представительная группа. Потом экономически развитые страны Западной Европы. В виде Нидерландов, Ирландии, Австрии, Дании, Швейцарии, Испании, Швеции, Норвегии, Португалии и других стран. Они имеют высокий показатель ВВП на душу населения. Играют важную роль в мировой экономике. Но политическая и экономическая роль каждой страны в отдельности невелика. Это положение может быть связано с относительно небольшой территорией и населением этих стран и другими причинами. Страны переселенческого капитализма. Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль. Эти страны выделены почти исключительно по историческому признаку. Почти все эти страны являются бывшими переселенческими колониями Великобритании. В недалеком прошлом к этой группе можно было отнести также США и Канаду. Страны с переходной экономикой. Здесь перечислены СНГ, страны Восточной Европы, Китай, Монголия. На самом деле учебник безнадежно устарел. Но Китай называть страной с переходной экономикой посмешили, как и Россия. Монголия это все уже давно устарело. Хотя страны с развивающейся экономикой все еще есть. Какие характерные черты переходной экономики? Значительная роль государственного сектора в экономике. Это есть такое. Монополизм крупных производителей. В принципе есть. Неконвертируемость национальных валют. А вот этого практически уже нигде нет. Что в Китае, что в России. Валюта уже прекрасно конвертируется без всяких проблем. То есть можно свободно купить за рубли или юани, доллары и евро и наоборот. Недостаточно высокое качество продукции и неконкурентно способность на мировом рынке. Опять-таки, ну кто, извините, может сейчас сказать, что китайская продукция неконкурентна на мировом рынке. Китай сейчас является главным производителем самой передовой продукции в мире. Развитые страны, независимо от того, к какой конкретной группе они относятся, являются странами благополучными. Они способны обеспечить высокий уровень жизни людей и представляют один из полюсов современного мира. В этих странах проживает меньшая часть населения планеты, которую так называют, ну называли золотой миллиард. Учитывая стремительное развитие Китая, где полтора миллиарда, уже знаете ли, про золотой миллиард многие забыли в 2020 году. Развивающиеся страны. Это большая группа стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. Сравнительно недавно освободившихся от колониальной зависимости. С их еще недавним колониальным прошлым связано большинство нерешенных политических, экономических и социальных проблем. Термин «развивающиеся страны» был введен в обиход в 60-е годы 20-го века. Он заменил термин «слаборазвитые страны». Тогда же развивающиеся страны стали называть странами третьего мира. Что означает страна третьего мира? Очень просто. Были, значит, страны первого мира. Это страны запада. Капиталистические страны. Потом были страны второго мира. Это страны социалистического лагеря. СССР и страны Восточного Варшавского договора. Тогда это была Польша, Чехия, вернее, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария. То есть вот они входили. Это были страны второго мира. Китай, кстати, относился. И были страны третьего мира. То есть страны, которые нельзя отнести ни к странам первого мира, ни к странам второго мира. Число этих стран третьего мира превышает 150, и они занимают больше половины площади суши. В этих странах проживает, ну, на самом деле, не так уж и много, около половины населения планеты. По показателю ВВП на душу населения большинство развивающихся стран сильно уступает развитым. Хотя есть страны третьего мира, у которых показатель достаточно высок. Эта группа также неоднородна. В ней выделяют несколько типов стран. Всего бурных и разнообразных экономических, социальных и политических процессов, ситуация в этих странах постоянно меняется. Поэтому четко их классификация затруднена. Эти страны могут объединены быть в шесть групп. К ключевым странам относятся Индия, Бразилия, Мексика. Иногда сюда относят Аргентину и Иран, обладающие огромными ресурсами, людскими и экономическим потенциалом. Это лидеры развивающегося мира. Новые индустриальные страны. Это страны, которые в 70-80-х годах 20 века совершили серьезный рывок в промышленном развитии за счет крупных иностранных капиталовложений и использования своего огромного трудового потенциала. На момент написания учебника туда относили такие страны, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Сейчас, конечно, присутствует Китай, который делает просто все. Страны-экспортеры нефти. Благодаря огромным объемам добычи и экспорта нефти добились исключительно высоких показателей ВВП на душу населения. Наиболее заметны из таких стран. Саудовская Аравия, Кувейт, Бруней, Объединенные Арабские Эмираты. Ливия в настоящий момент страной-экспортером нефти не является. К промежуточным странам относится самая большая группа развивающихся стран. Турция, Чили, Египет, Колумбия. На самом деле в Египте, в Колумбии про Сирию даже и упоминать нечего. В странах достаточно тяжелое положение после сильной засухи 2010 года. В Египте был государственный переворот. В Сирии вообще гражданская война. В Колумбии тоже тяжелая экономическая ситуация. Микространы. Это крошечные по площади островные государства, имеющие богатые рекреационные ресурсы. То есть для туризма и отдыха. Став крупными центрами международного туризма и имея небольшое население, они отличаются высокими объемами ВВП на душу населения. К группе беднейших стран Организации Объединенных Наций относят почти 50 стран с общим населением более 400 миллионов человек. Название этой группы говорит само за себя. Экономическую основу жизни этих стран составляет примитивное сельское хозяйство. Большинство взрослого населения страны неграмотно. ВВП на душу населения составляет от 100 до 200 долларов в год. Особенно много таких стран в Африке. В развивающихся странах существуют сложнейшие экономические, политические и социальные проблемы. Многие развивающиеся страны и особенно беднейшие из них не способны собственными силами решить эти проблемы. Поэтому являются объектом международной помощи. Ну и вот здесь в таблице перечислены какие страны относятся к беднейшим странам мира. И на самом деле сейчас уже здесь вот нет региона Европа. Но на самом деле в 2020 году уже и в регионе Европа присутствуют страны, которые находятся в тяжелейшем экономическом положении. И находятся, ну фактически являются беднейшими странами. Повторим главное. Уровень социально-экономического развития определяет уровень жизни как в наиболее богополучных, так и в беднейших странах. По уровню социально-экономического развития страны делятся на две большие группы. Развитые и развивающиеся. Они образуют два полюса развития современного мира. С одной стороны богатые и высокоразвитые страны, с другой отсталые и развивающиеся, в которых проживает большинство населения планеты. Вопросы. Раскройте значение терминов. Большая семерка. Ну, на 2020 год большая семерка не имеет абсолютно никакого значения. Большая двадцатка. Это 20 стран с наибольшим объемом ВВП. Значит, страны с переходной экономикой. На самом деле на 2020 год стран с переходной экономикой уже практически не осталось. Разве что Узбекистан, который совсем недавно, после смерти президента Каримова, он открыл свой рынок, вел конвертацию валюты и начал, так сказать, переходить на нормальные капиталистические рельсы. Ну и все, по сути дела. Беларусь сохраняет свое внутреннее положение, поэтому стран с переходной экономикой, по-моему, и не существует тоже. Какие страны называются развивающимися? Те страны, у которых, так сказать, добывающая, перерабатывающая промышленность сильно преобладает над машиностроением. И машиностроения в таких странах практически нет. То есть это как бы страны-предатки развитых стран. Развитые страны отличаются тем, что у них сильно развитая промышленность. Они производят самую сложнейшую продукцию. А развивающиеся страны, они просто, по сути, поставляют сырье для развитых стран. Приведите примеры новых индустриальных стран. Китай. Новая индустриальная держава. И на этом, как говорится, все разговоры можно закончить. Что такое валовый внутренний продукт? К валовому внутреннему продукту относят как все товары, которые произвела страна. В том числе к этим товарам относятся и все сырье, которое было добыто и переработано. Так и все услуги, которые эта страна оказала. Как внутри страны, так и услуги, которые экспортируются. Вот, собственно говоря, вот это все, стоимость вот этого всего и является валовым внутренним продуктом. Почему наибольшее количество беднейших стран сосредоточено именно в Африке? Там очень тяжелый климат, по сути дела. Огромное количество социальных и политических проблем. Поэтому там достаточно тяжелая ситуация. Вот они там все сосредоточены. Почему классификация стран по уровню социально-экономического развития считается наиболее важной? В чем ее практическая ценность? Благодаря этой классификации можно сразу увидеть, какие страны имеют наибольшее влияние, а какие страны влияния мирового не имеют вообще. Термин «страны третьего мира» для обозначения развивающихся стран стал применяться с 60-х годов 20-го века. Подумайте, какие еще два мира имелись в виду? Вообще-то я рассказывал, какие два мира имелись в виду. К первому миру относились страны Запада, капиталистические страны. Ко второму миру относились социалистические страны, то есть это Советский Союз и его сателлиты. И используя рисунок 6, приведите примеры стран с разным уровнем ВВП на душу населения. Ну, на самом деле, например, страны с высоким уровнем ВВП на душу населения, это Япония, это Германия, это Франция. Там действительно высокий уровень ВВП на душу населения. К среднему уровню ВВП в настоящий момент, так можно сказать, что относятся Россия, Бразилия, Индия. Там достаточно средний уровень ВВП. К низкий уровень ВВП на душу населения. Это Украина, это Молдавия, это Болгария, это Греция, это страны Африки, Аргентина, Парагвай, Венесуэла. Там достаточно низкий уровень ВВП на душу населения. Так, ну и поработаем с картой. Ну, здесь контурные карты. Это не так уж и сложно. Смотря на обычную карту, можно обозначить все необходимые страны. Там ничего сложного абсолютно нет. Продолжение следует...